Каждое городское телевидение приходит каждое утро в каждый дом, а вернее давно уже там обосновалось. Конечно, в последние годы с телевидением всерьез конкурирует интернет, но чаще они дополняют друг друга. Наши сюжеты разлетаются по социальным сетям, а оттуда также прилетают интересные темы для нашего эфира. Так и живем, в ожидании чего-то необычного. Поэтому каждое утро начинается с неизвестности. Анна Смирнова, ровесница студии, после журфака МГУ быстро включилась в бешеный темп телепогони за новостями, интересными героями, событиями, которые ждать не будут. Сегодня в редакции приподнятое настроение, день рождения как-никак, но это значит только одно. Планерка будет проходить с цветами, а все остальное по плану. Телестудия – живой творческий организм. У него есть свой характер, есть своя манера и творческая индивидуальность. Каждый сюжет интересен по-своему. Алексей Попов в чем-то даже академичен. С утра ему предстоит поездка на крупное предприятие. Технология – его профиль. Расскажите, что сейчас находится перед нами. Это уже готовая система, которая идет на один из стадионов города Москвы. На нашем экране прошла целая галерея крупнейших предприятий. Это уникальные заводы, о которых наши корреспонденты знают больше кого бы то ни было. Знают и умеют красиво об этом рассказать. Не скрою, мы знаем об уникальности вашего предприятия и знаете, складывается такое впечатление, что ваш коллектив – это единый механизм, а каждый сотрудник – это отдельная его частица. Дух захватывает от таких съемок с мужским характером. А ведь еще Алина умеет и красиво перевоплощаться. Мы вас оденем сейчас в костюм, в самый нарядный, и вы будете в самый нарядный среди нас Макшанка. Вообще-то, сами темы сюжета выбирать у нас не принято, но свой интерес есть у каждого журналиста. Зрителям в первую очередь интересна тема ЖКХ. В этом мы убеждаемся ежедневно, когда они пишут нам в социальные сети, звонят по телефону. И на каждое обращение мы даем какой-то обратный отклик. А вот Татьяна Горностаева находит себя в сюжетах чуть ли не приключенческих, где ведется поиск до поры скрытого, как на этой заброшенной даче всесильного генсека. Сама она признается, что с пяти лет мечтала стать диктором телевидения, но сначала отучилась на экономиста и только потом пришла на телевидение. Когда я вижу в нашем расписании, например, театр, музей, нашу художественную галерею, то, конечно, у меня в душе такой праздник. Я рада, потому что именно эти темы, мне кажется, мне подходят. Я рада тому, что у меня есть возможность встречаться с сотнями людей, рассказывать их истории. Магическая сила театра фильмы Татьяны Горностаевой – театральный механизм. Рассказ о театре «Фест» всегда дарит открытие мытищенскому зрителю, а мы в чем-то учимся у профессионалов сцены. Сейчас в студии идет подготовка к выпуску новостей. Сегодня их ведет Анна Смирнова. Сюжеты в стадии готовности. Времени, как всегда, не хватает. А скоро ей ехать на съемку. Мне очень нравится помогать именно людям, когда с помощью наших материалов решаются какие-то проблемы. Бытовые, семейные, хозяйственные, неважно. Вот именно то, что дает результат. Сколько раз мы решали проблемы с отключением газа, водоснабжения, тепла. Сам процесс подготовки телепрограмм в чем-то похож на конвейер. Но не механический, а сценический. Екатерина Шарыпова прошла школу КВН. Была капитаном женской команды. Здесь она тоже в команде. И находит много общего. Я больше всего люблю сюжеты делать биографические, брать какого-то героя, узнавать о нем, воплощаться в его образ, переживать с ним эмоции, которые связаны с его интересной, может быть, какой-то творческой деятельностью или рабочей сферой. Поэтому я очень люблю такие репортажи, сюжеты про людей. Да, все мы разные. Но есть то, что всех объединяет. Это желание делать самым интересным и нужным мы Тищенское телевидение жителям городского округа. Нам много пишут, благодарят, в чем-то критикуют. Но никто не обвиняет нас в безразличии. А это самое главное. Нам 23. И это только начало. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Первый, Мытищенский.